До завершения эфира еще пара небольших рассказов, на этот раз Фредерика Брауна, на ту же тему. Путешествия во времени. И первый из них... Первая машина времени. Доктор Грейнгер торжественно объявил. Джентльмены, первая машина времени. Три его друга изумленно вздрогнули. Доктор Грейнгер держал в руке небольшой кубик с циферблатами и выключателем. Достаточно поставить стрелки на нужную дату, пояснил он, нажать кнопку и вы окажетесь там, где хотите. Смидли, один из трех ближайших друзей доктора, потянулся за кубиком и повертел его, осматривая со всех сторон. Ты не шутишь, спросил он. Убедился на собственном опыте, ответил Грейнгер. Я настроил его на вчерашний день и, представляешь, увидел собственную спину, когда выходил из кабинета. Даже страшно стало. Интересно, тебе не захотелось дать самому себе хорошего пинка? Доктор Грейнгер рассмеялся. У меня могло ничего не выйти, ведь тогда я изменил бы прошлое. Старый парадокс путешествия во времени, который все обсуждают. Что произойдет, если отправиться в прошлое и убить дедушку, пока он еще не встретился с бабушкой? Смидли, все еще сжимая кубик в руке, неожиданно попятился и, глядя на трех своих друзей, недобро усмехнулся. Именно это я и собираюсь сделать, заявил он. Пока ты тут рассказывал, я поставил стрелки ровно на 60 лет назад. Смидл, не смей! Доктор Грейнгер сделал шаг вперед. Стой на месте, или я нажму кнопку! Но если хочешь, попытаюсь объяснить, почему я так поступаю. Грейнгер остановился. Я тоже слышал об этом парадоксе, продолжил Смидли. И он всегда меня интересовал, так как я не сомневался, что убью своего дедушку, если мне только представится такая возможность. Он был жестоким тираном и превратил в ад жизнь моей бабушки и моих родителей. Считай, что я дождался своего часа. Смидли нажал на кнопку. В глазах у него помутилось. И он очутился на невспаханном поле. Не прошло и минуты, как Смидли сориентировался. Если он находится на том месте, где когда-то построят дом Грейнгера, ферма его прадедушки была расположена всего в миле к югу. Смидли пошел вперед. По дороге он подобрал обломок дерева, из которого получилась неплохая дубинка. Неподалеку от фермы он увидел рыжеволосого юнца, избивающего собаку. «Немедленно прекрати!» – взревел Смидли, кидаясь на помощь псу. «Не суй нос, не в свое дело!» – ответил юнец и поднял кнут. Смидли взмахнул дубинкой. Через 60 лет доктор Грейнгер торжественно объявил. «Жентльмены, первая машина времени!» Два его друга изумленно вздрогнули. «Жентльмены, первая машина времени!»